Всем добрый день. Я очень рад, что мы все здесь сегодня собрались на мастер-класс Джеффа Кофина и The Veridian Trial, в который входят Феликс Пасториус и... У меня вылетел именно. Простите. Джордан... Пролсон. 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 Пролсон, да. Джордан Телл. Простите, пожалуйста, фамилия вылетела из головы. То есть помимо всего прочего, они едут и попали к нам на мастер-класс. Благодаря тому, что они выступают на фестивале в Республике Кыва с ансамблем тулинского горлового пения «Алаш», в котором они записали вот эту пластинку. Соответственно, если кто-то захочет после выступления песни сегодня с этой пластинки услышать, пластинка нигде не выходила. Ее можно приобрести только на фестическом носителе. Этого релиза пока что нигде не существует. Такая вот вникальная возможность. Соответственно, все это дело можно будет подписать, да, и послушать в том числе и на вот альбоме с мэтрами наших соотечественников. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И Кевикс Пасториус. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это большая честь для нас быть здесь. Это первое публичное выступление в составе трио. Мы хотим поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого. И следующий наш пункт назначения в России – это республика Туван. Кто-нибудь знает, где это находится? Мы едем туда на фестиваль. Фестиваль горлового пения. И мы с нетерпением ждем этого. Вначале мы немножко поиграем для вас. И затем вы сможете задавать вопросы. Мы поговорим обо всех вещах, о которых вы хотите обсудить. The first song we're going to do is called Yusef. Inspired by the late great Yusef Latif. He was a great saxophonist and composer. And we hope you like it. Надеемся, что вам понравится. Аплодисменты. 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 Игра. Аплодисменты. Аплодисменты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 И Рой, то есть эксфонист, после того, как вышел в больнице, к сожалению, ушел в жизнь. И так я остался в группе. Я поговорил с ребятами из группы. И они сказали, что нужно делать это. Это возможность в жизни. И они сказали, что ты должен поучаствовать в этом проекте. Это шанс, который мы получаем раз в жизни. И на данный момент прошло уже 9 лет, как я играю в Dave Matthews Band. Обычно в это время мы как раз даем туры. Но в этом году мы решили отдохнуть. Но в следующем году мы возобновим эту традицию. И я надеюсь, что мы приедем в Россию. И возможно, приедем в Россию. Но это фантастик группа музыкантов. Это абсолютно фантастическая группа, абсолютно фантастические музыканты. И на сцене всегда особенная атмосфера. Которая больше похожа на камерный состав, маленькую группу джазовую. Которая каждый музыкант умеет слушать других и умеет правильно взаимодействовать. Поэтому снова возвращаемся к самому главному компоненту. И мы всегда будем к всему возвращаться. Да, спасибо за вопрос. Да, еще больше вопросов. Да. Не могли бы Вы рассказать подробнее, как Вы занимались импровизацией? Это вопрос к Вам и Феликсу. Это вопрос к Вам. Это вопрос к вам. Это вопрос к вам. Это вопрос к вам и Феликсу. Это вопрос к вам и Феликсу. Это вопрос к вам. Вы должны подходить и оформление с вами с партийским? У меня импровизация – это почти что обычная беседа или разговор между людьми. Это диалог, который получается, когда мы используем словарь, который каждый из участвующих в этом диалоге знает, и каждый согласен с тем, что именно такой словарь мы используем. Но это просто как вы думаете или чувствуете. Это не то, что вы играете. А большинство того, что вы играете, зависит от того, как музыка работает. Затем выучить музыку, или даже если вы инструменты. Выучит из того, как выучить, выучить трутые, выучить трутые, or sounds, or all of the above. And that is, to work on that aspect of improvisation in terms of the notes that you're playing, that's just time spent. It's you figuring out, sorry, this is really long, you figuring out what it is that you enjoy about music, and you find those notes, those colors, those feelings, and you make those more pronounced in your playing. Improvisation is not about what we specifically play, it's more about thinking. And here, so, everyone needs to work on understanding music, on understanding how it works, on knowledge of music theory, on knowledge of their own instrument. And this is a huge amount of time. Well, you can spend time to learn how it works, and how it works, and how it works. But the most important thing here is to remember what you like most in the sound, what causes some emotions, and how to work with it. Who actually asked this question? Who was it? Who was it? Oh, right there, okay. Is there anything specific that you're wondering more specifically? Because the idea of practicing improvisation is a little ambiguous. There's so many different aspects. Is there something specifically that you wanted to get at? Is there something specific that you wanted to ask? Because this is a very broad topic. And there's a lot of aspects that you need to do. And there's a lot of aspects that you wanted to add to it. There's something that you can use. The vocabulary, this is... Как вы думаете, что вы будете играть на ночь? Если вы хотите быть более специфик, в том, что ночь вы будете играть, это основывается на... Эта языка, эта vocабуляция, которая была definена очень долго. Многие музыканты Рассказываются на это сайте. Это зависит от того, что все, как это происходит, я изучаю струбку, и изучаю струбку. В большинстве струбки, это в том, что это все. В будущем, я изучаю струбку, и пробиваю остаться для других инструментов, что это инструмент, Это очень сложно, но это очень сложно. Я думаю, что с правильным решением, и, более важным, правильным решением, вы сможете получить то же самое ощущение. Но, чтобы сделать это простой, я думаю, что это просто время, просто поспешивая, поспешивая время на инструменты, пытаясь развивать то, что вы думаете. И если вы думаете о vocабулярии, что вы понимаете, что люди понимают, о том, что вы понимаете. Обычные стандарты, ручные стандарты, и что-то мясо-потатые. И вы можете найти свою свою роль и понимать, что вы работаете в вашей языке что-то вы хотите развиваться. Ребята, спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И через это вы также можете найти какой-то свой стиль и выработать... Ну, не то чтобы язык, но какое-то свое звучание, которое будет узнаваемым... Еще вопросы? Продолжение следует... Во-первых, это латинская музыка... Само слово improvisation... Что в переводе означает неожиданность и сюрприз... Поэтому, как я вижу импровизацию, это во-первых воображение... Затем важная мысль... Вы должны понимать, что у вас есть разрешение на то, чтобы выходить за привычные рамки... И вы должны быть любопытными... И существует много различных подходов к импровизации... И в зависимости от того, какой стиль музыки вы хотите играть... Вы, соответственно, должны слушать много такой музыки... И, как уже сказал Феликс, вы должны транскрибировать... Записывать соло из той музыки, которую вы слушаете... Например, если вы хотите играть в Дикси-Лэн... В первую очередь вы должны слушать много такой музыки... И понимать, как она должна звучать... И так в любом стиле и любом жанре... Вы должны знать гаммы, вы должны знать аккорды... Но это еще не импровизация... Импровизация — это творчество... И, по моему мнению, это смелость... Это означает, что вы должны быть смелыми... Потому что всегда есть возможность... То, что вы сыграете, не будет хорошо звучать... Но это тоже часть процесса обучения... И это очень важная часть... Понимать, что вы, как музыкант... Постоянно учитесь постоянно на ходе здесь... Вот в этом процессе... И вы никогда не останавливаетесь... Редактор субтитрова... Пожалуйста, это больше, что вы думаете? Какой человек на эту тюрьму?? Вот он тюрьму! А что я думаю, что вы мне поверенете! Он тюрьму! Вот он тюрьму! Ты человек на эту тюрьму! Хорошая, тюрьму! Мондо Трио. Мондо Трио, да. Мондо Трио, да. Мондо Трио. Мондо Трио, да. Мондо Трио я делала с гейборд-плеер Джефф Бабко и Друмер Винни Калиуда. И мы recorded... Я не помню, что год. Это Трио, в котором мы участвовали. И у нас помимо Джеффа есть клавишник. Джефф Бабко и Барбанщик и Николаев. И мы записывались с ними в Лос-Анджелесе. Джефф Бабко и Джефф. Соответственно встретились в Агайе. ... 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 и нет прыгай 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 бояться сеть красивый красивый эрмон 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 бояться руки это означает что все будет хорошо все будет хорошо в студии мы начали записывать все было первым и записали все с первого года мы буквально мы их немного перпетировали и затем записали и затем записали возможно одна из песен была записана с второго дубля но в целом так как остальные композиции были это было записано с одного дубля это был своеобразный урок того как нужно чувствовать настоящее и жить настоящим я помню как в один момент я перестал верить в происходящее джефф 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 перестал играть во время соло джефф и соответственно остались одни дрованы и саксапан и и в тот момент я думал о боже это вини калюта и в тот момент я думал о боже это вини калюта обычно я могу делать либо одно либо другое поэтому я перестал разговаривать со собой и в итоге все получилось супер мы поговорили о том как сделать еще запись которая выйдет в сентябре джефф и джефф джефф и джефф социоборист Уилл Ли на басу Нерв Фелдер на гитар на гитаре и и кеф Карлок на барабан и на барабан И мы делали название «Band of Other Brothers», группа братьев, по сути. И сама запись называется «Город Журавлёв». И мы записали в Нашвилле. И у нас есть чудо «Blackbird Studios». Это один из лучших студий на планете мира вообще. Кроме того, у меня есть свой лейбл, который называется «Ear Up». И эта запись выйдет на нём тоже. Адрес, собственно, с сайта этого лейбла «Ear Up Records.com». И помимо этой записи, там ещё есть очень много хорошей музыки. Какая музыка звучала, когда они росли в каждом музыканте? И как это повлияло на их вкусы и игру в дальнейшем? Адрес, «Город Журавлёв». Адрес, «Город Журавлёв»! Спасибо. В детстве я слушала много голосаторин и вообще роковой музыки, рок-памп-рок. И когда я уже был подростком, я обнаружил, что другие барабанщики играли лучше меня. Они тоже играли джаз. И это та причина, по которой я сам начал играть джаз, начал слушать всю эту музыку и знакомиться с ними. Но я могла быть немного соревнованным, так что я хотел сделать, чтобы я был лучший. Так что я решила, что я должен учиться о музыке джаз. Да, я хотел соревноваться с другими, хотел доказать всем, что я лучше, и именно поэтому начал сам заниматься этим. И потом, где-то в школе, я начал обнаружить Джон Скофилд, и Майлз Дэвис 2-й квинтет в 60-е годы, и Джон Колтрейн. И тогда, когда я начинался, я начал слушать Джон Скофилда и Майлз Дэвис, и, наверное, в тот момент, я действительно полюбила эту музыку. И это, да, довольно-таки что-то. Крюла, спасибо. Просто, для меня, некоторое, что я слушал, была на радио. У меня было так, что большинство музыки, которую я слушал, это была музыка по радио. Поэтому первое влияние какие-то в музыкальном плане были, это были вокалисты. Какие вокалисты? Это, в основном, сол-вокалисты, там, Арифа Франклин, например, и когда я слушал их записи, я еще не знал, кто они. Но я мог почувствовать эмоцию, которую они передавали, которую они вкладывали в свою музыку, очень хорошо чувствовал. И, соответственно, я пытался, как бы, переложить это, когда я уже начал играть на саксофоне. И я до сих пор воспринимаю это таким образом. Я до сих пор пытаюсь постоянно переносить вот эту вот эмоцию, которая есть у сол-музыки, у сол-вокалистов, в свою группу. Но, когда я рос, я слушал музыку различных жанров. Поэтому мой слушатель был очень широким с самого начала. Звучит музыка. Ну, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вопрос заключается в том, что Джек думает про него как про музыканта. На ютубе есть пара новых видео, которые только вышли, на которых Джек и Дерек. Я думаю, что Дерек замечательный музыкант. И я думаю, что он сможет продвинуть игру на саксофоне. Я думаю, что люди, как Дерек Браун, Педро Саксо и Колин Стетсон. Я думаю, что такие люди, как Дерек Браун, Педро Саксо, Колин Стетсон. Я думаю, что эти три человека, соответственно, открывают новые горизонты в своей сфере. Я знаю Дерек в течение нескольких лет. И вот недавно он предложил коллаборацию. И я согласился тоже. И мы записали с ним в Нашвилле в маленькой студии. Которая на тот момент только открылась. И мы были первыми музыкантами, которые там записались. И записали там видео. И это было очень интересное, чтобы делать музыку с Дереком, и также увидеть последний продукт. И в целом это был достаточно увлекательный процесс. От встречи с Дереком до того момента, когда вышел финальный продукт. И он очень впечатляет как музыкант. Он вдохновляет как музыкант. И он тоже был очень хорошим другом. И кроме того, он отличный друг. Да, вопрос использует ли Дерек какие-то более продвинутые техники в своих солоах. И этот вопрос вопрос скажет, да. 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 Одна из техник, которые я использую. И имеют отношение к различным артикуляциям. артикуляцию, и это как бы путь узнавания своего инструмента. Мне было интересно, что нельзя сыграть на саксофоне, и я начала пробовать разные звуки, вдохновляясь такими людьми как Санни Ролландс, Ornette Coleman, the list goes on and on. So I'll do a short solo, and then I'll do a blues with these guys, and I'll roll in some of the same techniques. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. 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 So there are ways to roll those things in, and to try to get to the essence of improvisation, which is, again, unexpected or surprising. And so it's about exploring the instrument, in my opinion. Okay? Great. Yes. A question about rhythm and interaction between musicians in the band. In one of the songs, in Daryl. Yes. In one of the songs, which we played here, there are some familiar phrases that are similar to the phrases from . Really interesting. Yes. 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 Well, the interaction between musicians in one band, in dance – your creative process, Это очень хороший вопрос и очень вдумчивый. Когда люди спрашивают про то, какие были влияния в музыкальном плане. Я всегда говорю, что те, кто оказал на меня больше влияния, это те люди, с которыми я играл. Когда ты работаешь вместе с другими музыкантами, играешь с ними, ты гораздо больше заимствовываешь у них, чем когда ты просто слушаешь какую-то музыку. Таким образом, если мы берем этот трил, то на меня влияет Феликс, я влияю на Феликса и то же самое с Джорданом. Таким образом, процесс написания, процесс импровизации, процесс создания записи всегда испытывает влияние других людей, других музыкантов. И когда я был в Флектонс, та вещь, которую я запомнила, это все можно сделать танцевальной музыкой. В том смысле, что эта музыка будет заставлять тебя двигаться. И это не должно быть традиционной. Таким образом, музыка, которую я пишу, я надеюсь, что музыка, которую я пишу, она тоже танцевальная в этом смысле. Потому что я верю, что музыка должна двигаться, скажем так, наши эмоции, наше тело и дух. Тут вопрос. Спасибо, спасибо. Прямо что-то вопрос к Пеликсу. Как вы думаете, что это люди выбирались на твоих игроках? И это вопрос к Пеликсу. Вы чувствуете влияние вашего рода в игре? Потому что вы играете очень разнообразно. Но вы чувствуете влияние в понимание музыки? Понятно, да. Ну, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, как мой род, потому что мы все люди, да? Я очень благодарен, что я был дозвучит возможность найти мою свою свою жизнь. Это очень часто, как артист, эмилизировать музыку, которые вы admire. И нет ничего плохого с этим. Но возможность найти свою собственную звуку очень трудно, особенно сейчас, я думаю. Я не должен звучать, собственно, как мой отец. И я очень рада, что у меня была дана возможность найти свой собственный стиль. Потому что от какого-то влияния все равно не избежать. Если мы говорим о тех музыкантах, которых мы слушаем, и которыми мы восхищаемся. Но тем не менее, я рад тому, что я иду именно своим путем. So, I'm obviously influenced by him, regardless if I sound like him or not. Because he did change the instrument. Just like you couldn't play guitar, even if you don't know it. You know, you couldn't play guitar and not be influenced by Hendrix or B.B. Cain. Or Eric Clapton. Or, you know, obviously I'm going to be influenced by my father. But I never took a lesson from him. I never got any theory in music. I was much too young when he passed away. So, if any of it is just his music, that's it. I experienced a lot of influence. But it's because, in principle, my father, it's too much in the music world. It's all about being a guitarist and experiencing the influence of Eric Clapton, Hendrix, B.B. King. So, you can play guitarist and you can play guitarist and you don't have any influence of it. Because these are the names that changed the rhythm of the guitarist and the rhythm of the guitarist and the rhythm of the guitarist. Right in the background. Yes. Can you tell us something about your work with your saxophone sound? Is there any exercises you want to be with me? Yeah, the question is about developing the saxophone sound. Yes. Correct? And are there any techniques to do that? No, no, no. Exercises that you found interesting. Oh, exercises that I found interesting. I'm very interested in tone. I think tone is what identifies you as a musician. When you hear Louis Armstrong play trumpet or John Coltrane play the saxophone, you know it's them through their sound. So I tend to explore sound when I play. And if I hear a trombone go, like bend a note, you have to do that. So when is your trombone bend a note? I try to figure out how to do that on the saxophone. And you may have noticed this. It's a tuning screw. It will bend a note when I turn it. It will bend a note when I turn it. It will bend a note when I turn it. It will bend a note when I turn it. Did you know that it did that? It's your mouth or something on saxophone? Can you do this just with your lips? It's just funny. It's just a visual. Nonsense. It's total nonsense. But again, I'm interested in how to do those things. And so figuring out how to bend has a lot to do with being loose in the jaw and developing the embouchure by doing long tones. Which develops the flexibility of these muscles. I also, last year I put out a series of three saxophone books. I put out three saxophone books last year. I published three saxophone books. It's called The Saxophone Book. You can check it out online www.thesaxophonebook.com. Pretty self-explanatory, isn't it? Yeah. And it took me about 15 years to write it. And it has a lot to do with the fundamentals of the instrument. And online you can look through the first 50 pages of each book on the website. And you can order it from the website if you're interested as well. And I think it's very comprehensive and it's very oriented to the saxophone. And so a lot of the exercises that I've worked on are in those books. What about the second 50 pages? What about the second 50 pages? You have to buy the book. All successful players know about long tones and something. Maybe you found something else, something special in exercises, sound exercises. So he's wondering if there's something special that I found in sound exercises. I think in particular it's imitation. Trying to imitate human voice. Or another instrument. Using percussive sounds to be more part of a rhythm section. So a lot of it has to do with exploring articulation or flutter-tonguing. Stuff like that. Growling. Where you hum a note into the instrument. Like you hum and play. Or... Nекоторые изображнения выглядят примерно таким образом. То есть, когда вы играете, вы мучите по сути. И... Ну, все-таки не нравится. So I always say... A lot of things. But primarily by working on long tones and developing these muscles, it gives you the flexibility to work on those other things. Yes. И... Чтобы... Чтобы... Как бы... Работать с более сложными упражнениями, прежде всего, необходимо... Развивать гибкость мышц рта. И... Работать именно с длительными нотами. Все, что я сейчас играю, строится на той базе, про которую я говорила в начале. Yeah. So you start there and then you develop. И начинать между ними с нее. И затем уже развиваться дальше. Yeah. Good question. Thank you. So we have time for maybe one more question. Okay. Right here. Вопрос к джепу. Что он ждет от аккомпаниаторов? Речь идет о его сольных проектах. О его музыке. Когда он написал музыку, пригласил аккомпаниаторов, и он дает им полную свободу, либо он их защищает какие-то рамки? This is a question about your own project, your original songs. What do you expect from other musicians when you invite them? To give them freedom and they do what they want? Are there any borders? Yeah. That's a great question. I look for musicians who have their own unique individuality. I look for musicians who aren't going to imitate other musicians. Это те музыканты, которые не имитируют других. Те музыканты, у которых есть свой подход уникальный. Обычно я записываю мелодию. Иногда гармонию. Иногда гармонию. Это те музыканты, которые не имитируют, которые не имитируют другим музыкантам. Это те, что я должен позволять другим музыкантам творить и быть креативными и создавать что-то свое. Это те музыканты. Например, на этом альбоме, я написала несколько мелодий. Затем, когда мы стали смертью в студии, это было важно для них понять, как играть. И каждый музыкант сам должен построить свою партию. И для того, чтобы через эту партию была выражена их личность. Поэтому я чаще работаю с музыкантами, у которых эта личность достаточно сильная, которая развита и развита свой стиль. У которых также такое же понимание базы, как у меня. И с теми музыкантами, которые хорошие слушатели. Да, спасибо. Мы также должны дать вам знать, что у нас есть что-то для продажи. У нас есть что-то для продажи. Да. На первом столике, на втором ряду. У нас есть несколько дисков, которые вы можете приобрести. Не очень много. Это 500 рублей. 500 рублей. И для нас это будет что-то необыкновенное, если вы будете первыми людьми в России, которые будут эти диски. И мы будем счастливы подписать их. И мы будем счастливы подписать их. Еще раз хочу поблагодарить всех за то, что вы здесь. И клуб, в котором все это проходит. Надо再見. проголосит гипотез, и вы видите, что нам такое хорошо показывали. Я такой. И嬉ся archа, als для этих шумновей. Как피ется тем, что с программой класс� дышим, а для этого начала встанс junior Субтитры сделал DimaTorzok